к этой беседе я уже подготовился я прочитал комментарии стоящие я выписал ну скопировал себе потому что на некоторые оскорбительные типа там бесновато еще что-то там отвечать то нечего вот и начнем с того что я опять возвращусь вот к тому видео где игнатий лапкин рассказывает как он приехал в латвию до 52 года назад в пути до называется 52 года в пути сейчас уже получается 54 вот и вот я еще раз вернусь к этой теме потому что снова и снова и появляются люди которые получили спасения вне православия от проповеди родились от слова божия по евангелию и некоторых из них потом затягивают вот эти вот святые отцы и учения о о преемстве апостольское преемство это важная тема я вот это важнейшая тема вот после того как человек уверовал вторая тема ему нужно вот эту тему объяснить если он ее не поймет либо так поверхностно поймет но потом могут быть проблемы вот первый комментарий некто синела тики помазанников божьих учились сектанты многоточие что за бред еретик но это ко мне фу помазанник естественно помазанник это игнатий лапкин вот кстати обрати внимание я его никак не оскорбил никак не унизил не касался его не имени не коверкал не фамилии не отчество имя он получил от родителей отчество от отца фамилии тоже от родителей он не выбирала точно также я не выбирал ни фамилию свою ни имя ни отчество иисус запрещает нам противников оскорблять издеваться над их ними фамилиями там или еще на чем-то как себя ведет игнатий тихонович по отношению к своим оппонентам но я думаю уже всем известно youtube сделал это открыто на весь мир я думаю что христианин должен себя вести по-другому по-другому ну ладно возвращаемся нашему помазанник вот это синий латики говорит помазанников божьих учили сектанты да ну типа откуда такое может быть что за бред вот я привожу цитату самого игнатия лапкина говорит о том что я то есть он как якобы когда-то был не православный а потом обратился среди баптистов отвечаю ни одного дня и ни одной минуты в жизни моей и во всем нашем родстве не было ни одного человека баптиста или другой ереси вот и еще пишет имея веру в бога в страшный последний суд божий вечные мучения эти знания получила от моей матери марии горовны я кстати лично знал я застал еще и она старенькая бабушка была потерявки и никогда в том не сомневался имея страх божий поэт о вере благодарен богу моему это вера сохранила меня от воровства матерщины от женщины и других грехов и потом происходит такой скачок святую библию дали мне еревы и римеева михаил александрович его жена анна матвеевна город венспилс латвийской сср 27 сентября 1962 года в 17 00 там я сознательно и безоговорочно признал себя грешником погибшим веровал господа моего иисуса христа умершего за мои грехи то есть игнатий лавгин описывает вот эту встречу с этими людьми как некое такое легкое касание вот я там получил то что не хватало мне устаробряться самое главное взял а потом как бы там и ник там и не находясь не становясь членом их не общины по сути дела не становляюсь баптистом до евангельским христианином я никуда ни в какой православии не возвращался я как был православным так и мы остался вот мне пришлось еще раз подробно посмотреть вот этот ролик 52 года в пути я очень зачитаю строчь которые сам игнатий лапкин произносит вторая минута вот вторая минута цитата где я впервые услышал о христе по евангелию ему 23 года он жил среди старобрядцев старобрядцы это не атеисты у него ведь не только мама с папой были в него были дяди какие-нибудь там у них книги эти были старобряческие как он так а христи cane слышал по евангелию они постоянно молятся господи иисусе христе с и не божий помилуй меня грешного родства во христос постоянно произносится но он говорит где то есть в инспорции я впервые услышал о христе по евангелию то есть а христе можно слышать и не по евангелию То есть информация не будет касаться твоего сердца. А Христе нужно услышать по Евангелии. То есть уверовать нужно от Слова Божьего. А не просто от набора религиозной информации какой-то. Там же вторая минута. Я ничего не знал этого. То есть мама ничего не сказала. Мама самого главного не дала. Родить родила, про страшный суд рассказала, про матершину, про женщину рассказала. Да, молодец. Но о том, что получить спасение во Христе Иисусе, освободиться от греха и иметь дар вечной жизни, она этого не сказала. Почему? Потому что сама не знала. Третья минута. Я был погибший грешник. Что ж ему в православии-то не объяснили, что он из погибшего грешника может выйти из этого состояния. И стать не погибшим и не грешником, а спасенным праведником. Шестая минута. Здесь у меня произошла встреча со Христом. Почему не в православном храме-то? Почему не встретиться старобрядцев? Шестая минута. Там же. Здесь я родился свыше. Он абсолютно правильные слова произносит. Дальше. Шестая минута. Здесь мне дал Бог крещение Духом Святым. Весь набор. Шестая минута. Переход от смерти в жизнь. Вот этот момент рождения свыше. Вот над евангельскими христианами частенько православные посмеиваются. Спасенные. Вот он спасенный. А мы спасены в надежде. И приводит цитату из Римлянного 8 глава. А там речь идет о спасении тела. О воскресении тела. Да? Воскресение тела будет в будущем. Вот на что и я надеюсь. Если вы настоящий христианин, и вам Бог, Сергей, новое тело даст. Исцеленное тело. Но переход от смерти в жизнь должен состояться сейчас, а не после смерти. И вот этот переход и называется спасением. Переход из смерти, из греха в праведность. Не знал о Христе, узнал о Христа. Был грешником, вел безнравственный образ жизни. Покаялся, изменился полностью. Вот это и есть переход от смерти в жизнь. Это называется спасением души. Потому что пьяница должен не после смерти исцелиться. И блудник не исцелится после того, как он в гроб ляжет. Он сейчас должен бросить алкоголь. Сейчас должен наркотик, курить. Ну, все грехи, весь набор. Перестать воровать, допустим, кто ворует. И стать новым человеком. И родня, близкие должны это увидеть. И это будет для них лучшей проповедью. Дальше продолжаю. Восьмая минута. Это моя духовная родина. Вот родился он в Потеряевке. А духовная родина его здесь. Здесь начало моего пути. Смотрите, какие слова. Я ничего не знал этого. Я был погибший грешник. Здесь у меня произошла встреча со Христом. Здесь я родился свыше. Здесь мне дал Бог крещение Духом Святым. Переход от смерти в жизнь. Это моя духовная родина. Здесь начало моего пути. Тринадцатая минута. Он описывает какой-то умывальник. Умывальник, мыло, запах. Самый дорогой был в мире. Я вопрос задаю. А почему не запах восковых свечей или ладана он вспоминает? Потому что не в храме, не около иконы какой-то там чудотворной, или просто закопченной какой-то старенькой он обратился. Он обратился там, где не было ни храма, ни икон, ни свечей, ни рукоположного священства. Вообще никого не было. Из вот этого набора, чем он сейчас хвалится и говорит, вот они люди хорошие, но вне церкви. Странная как-то логика получается. И вот он описывает этот умывальник. То есть все он запомнил, телом запомнил. Бог нам дал не только душу, но и тело. И вот у нас есть обоняние. Он даже вот это запомнил. То есть врезал с память на всю оставшуюся жизнь. Пятнадцатая минута. Я у них тут на кафедре проповедовал через три месяца. Потом он говорит, три с половиной месяца прошло, и они выставили меня на проповедь. Потом дальше говорит, но баптистом я не был. Ничего от них не получал. Ничего себе, ничего не получал. Крещение Духом Святым состоялось. Рождение свыше состоялось. Встреча со Христом состоялась. И он ничего от них не получал. Вот, Сергей, вы можете себе представить православного, которого пригласили проповедовать у баптистов? Я не про баптистов скажу. Подобную историю у меня тоже самое произошло. Я узнал Христа через свидетеля Иегова. Ко мне приходил свидетель Иегова, и мы с ним стали изучать. Я помню, вы мне рассказывали. Вот у меня подобная картина произошла. И потом уже в следующий раз он ко мне приходя, я ему проповедовал Христа. Но уже не со стороны свидетелей Иегова, а со стороны православного человека. Я вас понимаю. Но смотрите, допустим, вы были бы здоровы. Вас бы пригласили со стороны православного человека проповедовать у этих людей? К ним, к ним собрание. Ну, смотря, что просили его проповедовать. Смотря, что он говорил, о чем он говорил. Его же изгнали и тогда, когда он стал говорить, что православие естественно. А до тех пор его слушали. Слушали проповеды. До тех пор он проповедовал ровно то, что они проповедовали. Я вот был среди баптистов, и я вам хочу сказать... Это возможно, потому что он другого тогда не знал еще. Естественно. Вот я вам хочу сказать свой опыт. В 30 лет я получил вот это спасение по вере, в котором я сейчас уже 16 лет нахожусь. 16 лет, не 16 дней, не 16 недель, не 16 месяцев. 16 лет, вот сегодня 17 декабря, а 9 декабря был мой день рождения, 16. 9 декабря 2000 года состоялось мое исцеление от греха полностью. Вот корень греха был исторгнут Иисусом. Вот эта ветхая природа греховная, которая не дает людям жить правильно. Даже если они хотят, даже если они понимают, что они неправы, и надо вот так бы жить под заповедям. Это Павел описал гениально в 7 главе римлянам. Делаю то, чего не хочу. Помните, он от первого лица описывает, не христианина. Он от первого лица описывает человека, который хочет жить по заповедям Господним. Понимает, что они правы, а он неправ, но он силы в себе не находит. Только начинает жить по-новому и скатывается назад. Вот римлянам 7 глава описывает это состояние. Вот этот корень греха Иисус исторг из меня. Все. Ну, опять же, толкует это место по-разному. Кто-то толкует, что он не о себе говорит, а в третьем лице. Он описывает, естественно, не себя. Он не мог быть рабом греху. Апостол греха – это взаимоисключающие вещи. Любой христианин – это не раб греха уже. Все. Как раз из этого рабство Иисус вывел тебя. Павел описывает человека такого универсального, который понимает, что вот заповеди Господни вот такие, и он умом понимает, что они хорошие. И он рад бы жить по ним, но у него внутренней силы нет. Силы нет внутренней. Умом-то он понимает, что да, они правы. И надо так жить. И он всем умом хочет так жить, но силы внутри нет. И он все время в грех скатывается. Вот от этой болезни Иисус лечит всех людей. Всех людей. В 30 лет я получил спасение по вере. Я как-нибудь вам могу рассказать. Ну, может быть, в другой раз. Вот. И только в 33 года я попал к Баптистам. В 32 я стал похаживать к ним на собрании. У меня там один знакомый был, Игорь Перехрест. А я как раз жил, мы строили квартиру и жил на коммунаров. И на работу ходил каждый день, и вечер мимо дома молитвы Баптисты. Ходил, ходил мимо них. И вот как-то я зашел в гости, и у меня там был один знакомый. Я еще год на балконе сидел, присматривался к ним. Где-то видел, где-то неправы они, где-то. Ну, культура совсем другая. Для бывшего православного это шок некий культурный. Все по-другому. Но не суть. И в 33 года я стал членом церкви. В 33 года. У них. И меня выставили на проповедь. Но я вам сразу скажу. Вот обычного человека судится никто на проповедь не выставит. Этого не может быть. Даже вот община у них, допустим, 300 человек. Ну, допустим, там 250. Не все проповедники. То есть проповедник это проверенный брат. Потому что, если он с кафедры там куролесит, начнет, ну, во-первых, пресс-фитер отвечает за все это дело. Ну, людей будет просто соблазнять. И вот тут Игнать Тихонович говорит. Я у них тут на кафедре проповедовал через три месяца. Три с половиной месяца прошло, и они выставили меня на проповедь. Но у баптистов я не был. А кем ты был-то? А кем ты был-то? Вот это особенность людей, которые только что родились свыше. И вот первое время, несколько месяцев, может быть, даже подольше у кого-то, они еще умом не совсем понимают, в каком состоянии они оказались. Понимаете? Вот этот переходный период. Я вот могу сравнить, вам несколько примеров приведу. Вот переворот Октябрьский произошел в 1917 году. В октябре произошел переворот. Все, царя нету. Все, Ленин уже сидит, председатель Совнаркома, 18-й год. Уже страна по-другому называется. А двуглавые орлы на Кремле до сих пор висят. Представляете? Вот вы, кстати, знаете, когда их сняли, двуглавые орлы? Ну там, каких можно было сбить, они быстро сбили, а эти, видимо, крепко держались. Вот угадайте, двуглавые орлы до какого года просуществовали на Кремле? Уже все, столицу Ленин перевез в Москву, все, они уже в Кремле сидят. Год, два сидят, три сидят. А уже нет того государства, все. А двуглавые орлы висят. Двуглавые орлы сняли в 1935 году. Можете себе представить? 17-й год и 1935. То есть символика еще где-то сохранилась, символика еще сохранилась. А государства того уже нет. Так Игнатий Лапкин. В этот момент, в этот момент, он уже был неправославный. Он перечислил все признаки неправославного человека, перешел от смерти в жизнь. В 16-м минуте. Потом он возвращается к вот этим Еремеевым, Михаилу и Анне, по-моему, да? Да, Михаил Александрович и Анна Матвеевна. И говорит в 16-м минуте его слова. Я сказал им, вы вне церкви. А она, то есть Анна Еремеева, испугалась за меня и говорит ему в ответ. Да как ты смеешь так говорить? Ты не боишься? Лапкин ему отвечает. Священства нет. То есть ответ Игнатия Лапкина, спустя какое-то время, он ушел от них, моряк же, приходит и говорит совершенно другие слова, которые ее испугали. То есть она смотрит на него и, как Павел Галатом написал и говорит, я в недоумении о вас. Что это за дух там потрудился-то? Я в недоумении о вас. Вы вне церкви. То есть спасение получил, переход от смерти в жизнь состоялся, крещение духом состоялось. Это начало моего родина, но вы вне церкви. Как так-то? Неправильные пчелы делают неправильный мед, вы вне церкви. Дальше 16-ая минута. Мы проигрываем сектантам, но у нас Христос. А у таких, как я, Христа нет. Мы же просто так живем. Мы же просто так вот изменились непонятно от чего. Святые отцы, у них Христос, святые отцы, каноны. Вот знаете, вот есть выражение бабушкина вера, да? А когда люди ссылаются на святых отцов, я скажу, это дедушкина вера. Бабушка от дедушки же отличается? Отличается. Была бабушкина вера, суверия там такие примитивные. А есть дедушкина вера? Есть вера, которую вчера придумали, а есть пути древние, которые из поколения в поколение передаются. Да, да, да. Как вы думаете, греки, философы образованными людьми были? Василий Великий, Иоанн Златоуст, Игустин. Образованные люди. Это не бабушки. Я думаю, их образование не превзойдет и современный. Да, да, это не бабушки. Это не бабушки. Это дедушки. Потом он говорит, каноны есть у нас. А каноны – это монашеская конституция. Как жили христиане без канонов? До Первого Вселенского Собора, в Никее, который состоялся, церковь существовала. Существовала. Чем она руководствовалась? Заповедями Иисуса. Чем люди были вадимы? Духом Божьим. А теперь появились каноны. И все, кто живет не по канонам, вне церкви. А как до этого-то церковь существовала? Такого не может быть, чтобы… Вот вспомните, Моисей дал закон Израилю до того, как они вошли в обетованную землю. Или когда вот они вошли, он говорит, а вот теперь слушайте законы, по которым будете жить. До того, как Моисей дал законы. До вступления в обетованную землю. Господь был законы. Моисей провозгласил. Ну, до вступления в обетованную землю или после? До вступления. Да, 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 да. Евангелие уже было полноценно людям известно во времена живых апостолов. До канонов, до канонов еще сотни лет, все, учение уже есть. И к нему ничего нельзя прибавлять. Оно уже цельное учение. Все. В нем нет недостатков. А все учение-то очень простое. И вот он перечисляет. Мы проигрываем сектантам. Но у нас Христос, есть святые отцы, каноны, литургия, таинство. У них этого нет, а по всем остальным они лучше нас. Ну, как так-то? Если у нас этого нет, значит, должны быть хуже вас. А если мы лучше вас, значит, вот то, что ты перечислил, Игнатий Тихонович, уважаемый Игнатий, значит, это не работает. Значит, это никакой пользы не приносит. А то, что есть у нас, приносит. Значит, мы на лозе. Мы имеем живую связь с Иисусом, и жизнь наша более нравственная, более искренняя и честная. Есть плоды, есть результаты. Я не знаю много баптистов, некоторых знаю, но я знаю на сегодня много православных, которые живут именно благочестивой, чистой жизнью. Я в интернете со многими познакомился. И где тут критерии, где рамки, где вот как раз те страницы, или как это назвать, чтобы расписать все это, я не знаю. Я даже не представляю, где это статистика, или как подсчитать, где больше православных или протестантов. Нет, 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 нет. Православные есть разные. Есть разные православные. Я же вам говорил, помните, начало нашей беседы, вы говорите, объясните мне феномен Игнатия Лапкина. Само противоречие. Почему он такой? Я вам объяснил, почему он такой. Я возвращаюсь к той беседе, только уже теперь с фактами, с аргументами и фактами. Я вот зачитал его слова, не выдумал. Это его слова. Они выставлены в интернете, я не думаю, что он от них будет отрекаться. Я поясняю, почему он такой получился. И он говорит, я баптистом никогда не был. Тут два варианта. Либо он лукавит. Был. Был, именно был. Но Игнать Тихничу охота выглядеть идеально в глазах людей. Идеально. Вот он весь такой прям икону с него пишет. А в жизни же так не бывает. Либо он пробыл в этом состоянии несколько месяцев, очень недолго. И его разум еще не успел осознать. Не успел осознать. А потом его вот это учение о священстве, вот это рукоположение, вот это преемство руки, плотское преемство, оно его соблазнило. Я единственное, как могу определить это. То, что он узнал, он окунулся с головой в Писание, он узнал откровение Божие. А по сути он тогда еще не разграничивал православие и баптизм. Он тогда не осознавал этого. И когда он только увидел вот ту разделяющую полосу протестантов и православных, да, он выбрал православие. Потому что он понял, что от начала православие имеет истоки, а баптизм это новое образование. Я думаю так. Ну, к той теме мы еще вернемся, Сергей. Потому что, я думаю, эта тема, вот этого преемства апостольского, она всех волнует. Ну, те, кто писанием, по крайней мере, занимается. Те, кто писанием занимается. Кстати, вот есть такой Дмитрий Энтео. Вы в курсе о таком человеке? Знаете? Энтео. Ну, я немного знаю. Дмитрий Сергеевич Царионов. Как вы относитесь к его деятельности? Да шалопай какой-то, какая там деятельность. Православный активист. Да ну, его православным не признает никто. Основатель движения «Божья воля». «Божья воля». Да он уже, кстати, назвал другим свою организацию. Где-то мы растем. Было такое явление общественно-политической жизни России, как православный активизм, как движение «Божья воля». А сейчас это уже не актуально? Вы знаете, мы растем. Ладно, названия могут быть разные, а суть-то одна. Вот я сейчас после истории с Игнатием Лапкиным перейду к истории с другим человеком. Я когда просматривал вот эти ролики Лапкина, я болел, вы болели, поэтому долго не виделись. И наткнулся на один ролик. Один ролик и смотрю его. Ну, появилась такая девушка у них в общине, Екатерина Тинникова. Бывшая евангельская христианка. Консервативные христиане, это отделенные баптисты. А не видели этот ролик? Такая в очках. Вот молоденькая девчушка такая, там, 24 года ей. Маленькая, голос такой тихий. Вот, из Хакасии, по-моему. И вот та же самая схема. Вот история, что молодого Лапкина, что вот этой Екатерины Тинниковой, один в один, послушайте, 30-я минута, кавычки, с детства мама вводила в церковь. До девятого класса училась в православной гимназии. Православная гимназия. Но Библия никогда не видела в глаза. И не слышала никогда живой проповеди о Христе. Каноны, литургия, таинства, причастия, все, все там есть. Живой проповеди о Христе нету. Главное забыли. Главное забыли. Потом в 16 лет, она пишет, мне говорит, потом в 16 лет ушла из церкви. Все. То есть расцерковление полное. Чем, кстати, многие православные заканчивают? Люди, побыв в этой организации, начинают деградировать. У одних это выражается в яркой форме такой, а у других так оно, от темперамента зависит, от склада характера, от многих качеств зависит. У них как-то это так постепенно проходит. Ушла из церкви и в училище, в училище, познакомилась с отделенными баптистами. У них покаялась через проповедь, уверовала, обратилась к Богу. Конец предложения. Потом узнала о церкви. То есть, а это была не церковь. Покаялась, уверовала в Богу, исцелилась от греха, дар вечной жизни, спасение, крещение Духом Святым. Все, что угнать и лапки. Все, что вот у меня сейчас. Просто я в этом состоянии задержался 16 лет. Я не 16 месяцев пробыл в этом состоянии. 16 лет я утвердился. Все. Все, твердо стал на ноги и растут. Потом узнала о церкви, об апостольском преемстве и через Г. Геннадия Фаста. Геннадий Фаст это Генрих. Это Менонит, немец. Вот этого человека Игнатия Тихоновича тоже соблазнил. Та же, одна и та же схема. Апостольское преемство. Вот якобы не хватает вам все. Уверовали все, стали новыми людьми. Но не хватает вам апостольского преемства. Это вот именно некоторые люди соблазняются этим. Через Геннадия Фаста Господь утвердил в православии. 42 минута. У нее спрашивают, у баптистов что не устроило? Ей вопрос задают. Она такая скромненькая девчушка. И вот она говорит. В 19 лет случайно познакомилась в контакте с Дмитрием Энтео. Это тот самый шалопаик, о котором вы выразились, да? И он мне скинул сайт. Сайт называется «Единство христиан в теле Иисуса Христа». Где были показаны списки апостольских преемств, говорилось о священстве. Вот смотрите, какая цепочка получается. Шалопаи Энтео, вашими словами. Геннадий Фаст, Лапкин. Это одна команда. Энтео. Геннадий Фаст, Генрих Фаст. Игнатий Лапкин. Вот она, Троица. Почему? Это одна команда. Один дал информацию, третий обработал, четвертый уже схавал ее. Вот помните, был такой Аполлос. В Деяниях Апостолов описан человек Аполлос. Он человеческий, он настолько разносторонний, он может поискивать истину вообще в таких местах, что другому побежатся. Это абсурдом. Нельзя никак объединять. Вот я вам пример из истории настоящих евангельских христиан приведу. В Деяниях Апостолов описан некто Аполлос. Аполлос. Он учил о Иоанновом крещении. Евангелие не знал еще. Еще не знал о воскресении, но нет информации. А горел, учил о Господе правильно. Его Прескилла и Акилла услышали, муж и жена. И точнее написано, объяснили путь Господень. Все. И он стал соратником апостола Павла. И Павел даже сказал так. Я насадил, Аполлос поливал. А возрастил все Бог. И вот смотрите, какая цепочка. Прескилла Акилла, Павел Аполлос. Тут другая цепочка. Энтео, Фаст, Лапкин. Мы просто не все. Кто знает, кто там в цепочке? Она может быть не договаривает. Может быть там она выразилась так. Кто знает, какая цепочка была. Как понять не договаривает? Это ее слова. Энтео сбросил ей. Ее слова не истина в последней инстанции. Может она что-то не досказала. Но Евангелие списалось Духом Святым. А это человеческое, женское тем более. Почему для того, чтобы Аполлоса приобрести, Бог задействовал Прескиллу и Акиллу? Почему он именно вот этих праведников-то задействовал? Почему он первосвященников неверующих не задействовал? Или еще кого-то там? Почему Каяфу-то он не задействовал? Бог задействовал Прескиллу и Акиллу, потом Павел и все. Одна команда. Прескилла и Акилла, Аполлос и Павел. Павел говорит, я насадил, я проповедовал, потом ушел. Пришел Аполлос, он поливал, он вас утверждал. А возрастил все Бог. То есть мы одна команда. Прескилла и Акилла, Аполлос и Павел. А здесь другая цепочка. Энтео, которого вы назвали Шалопаем. А, кстати, Энтео никакой не Шалопай. Это настоящий православный. Настоящий православный. Помните, я в прошлой беседе упомянул о Златоусте, как он освещать руку-то учил. Я хочу, кстати, зачитать дословно, чтобы не было у людей подозрений, что я выдумал что-то на святого Иоанна Златоуста. Цитата находится. Беседа о статуях, говоренный к антиохийскому народу, беседа первая, часть двенадцатая. Вот Златоуст пишет. Если ты услышишь, что кто-нибудь на распутье или на площади хулит Бога, подойди, сделай ему внушение. И если нужно будет ударить его, не отказывайся, ударь его по лицу, сокруши уста, освети руку твою ударом. Если обвинят тебя, повлекут в суд. Иди. Пусть то же самое узнают распутники и развратники, что именно им следует бояться рабов Божьих, даже если и захотят, когда сказать что-либо подобное. Оглядывались всюду кругом и трепедали даже теней, опасаясь, как бы христианин не подслушал, не напал и сильно не побил. Благи правитый Господь, во всему наставляй грешников на путь, направляй кротких на правде и научай кротких путям, путям, теням своим. Все пути Господи, ведут истинно хранящий завет, его и откровение его. Ради имени Твоего, Господи, не просисти грешение Мое, и далеко оно. То есть человек, боящийся Господа, ему укажет тот путь, который избрать душа, вревует его во благе, и всеми его наследуют землю, тайную Господню, боящимся его, и завет свой он открывает, и его очи, и мои, всегда Господу, ибо он извлекает из тети ноги Моих. Призри на меня, и помилу меня, ибо я одинокий, уничтожен, скроми сердца Моего множили, изведи меня из бед Моих. Призри на страдания Мое, и ненависть, и блажение Мое, и прости все грехи Мои. Прости на Богу, и Бога, и Бога, и ненависть, и они ненавидят Меня, сокрови Мои, и Бога, и ненавидят Меня, я не послежу, что я на Тебя уповаю. Мне пророчность и права Традас охраняют Меня, ибо я здесь, и Божий Израиль, и от всех скорбей Мои. Вот это Иоанн Златоуст дает указание Дмитрию Энтеу. Иоанн Златоуст — это IV век, а Энтеу — это XXI век. Один ученик, другой ученик. Это что тут плохого? Я считаю, это неплохо. Я бы ноги переломал бы. Духину прям взял и переломал бы ноги. Ну, это вы зря. Это вы зря. Ну, Мы должны учиться. Мы должны учиться у Иисуса и Его учеников. Мы имеем право только словесно убеждать. Мы можем учиться у самого Господа. А пути Господни мы знаем еще ветхом завете. Любящий Господь, как поступал с народами неблагочестивыми. И как Он управлял людьми, которые поступали воинственно против тех народов. Тут я с вами не соглашусь. И кто знает, не управит ли Господь тогда мы и группы. Тогда вы НТ его шалопаем то зря назвали. Это настоящий ученик Златоуст. Настоящий. Учитель проповедует, научил его. Сам Златоуст драться не ходил. Там нечего смотреть было на него. Но научить-то он научил на века. Вот кто-то руку осветил, кто-то ногу осветил, а Игнатий еще язык свой осветил. Он языком режет, как бритва. Налево и направо. Не жалея. То есть человек, Игнатий Лапкин мог стать соратником Рибошапки, наследником вот этих евангельских христиан, а стал последователем Победоносцева, который христиан душил и игнобил. Так, следующий вопрос. Да, некто называется храм новомучеников. Человек распространяет какие-то мифы. Какое русское евангелие пашковцы распространяли до синодального перевода? А ему отвечает некто Татьяна Скуратовская. Татьяна Скуратовская это Виктор Скуратовский, бывший из баптистов. Пришел в православие. Ну, я не знаю, здесь в женском роде написано Татьяна Скуратовская. Вот пишет. Были русские переводы Нового Завета, сделанные протестантами из библейского общества. Да, отчасти синодальный перевод был такой реакцией. И вот я как бы ответить на этот комментарий хочу таким способом. Я зачитаю немножко, совсем немножко о другом человеке. Это соратник Пашкова был. Соратник Василия Пашкова. Граф Модест Модестович Корф. Вот представьте вот в ту эпоху перенеситесь умом какие люди принимали Евангелие. Его вот кто такой Модест Модестович Корф? Отец его, это элита России. Отец его учился вместе с Пушкиным в лицее и был доверенным лицом Николая Первого императора. Его сын, вот этот Модест Модестович Корф, в пятилетнем возрасте представили царю Николаю Первого и с этого момента он стал служить при дворе. В 19 лет он стал камер-юнкером, а позже церемонимейстером царского двора. И вот он пишет в 1867 году произошло событие, которое круто перевернуло его жизнь. Он попадает в Париж на всемирную выставку. Помните такая выставка была? Эфелева башня там все дела. И вот он пишет на всемирной выставке в Париже я впервые увидел Библию. Православный человек первый раз увидел Библию. Ну вот она Тинникова Екатерина. Ходила, училась в православной гимназии и Библию в глаза не выдала. То же самое, что 21 век, что конец 19-го. Вот он о себя пишет. Однажды я остановился перед каким-то киоском, пишет Корф, над которым развивался флаг с единственным словом Библия. В то время я был совершенно мирским человеком, который кроме четырех Евангелий ничего не знал и к своему стыду даже думал, что слово Библия значит какое-то новое изобретение. Это обстоятельство пробудило во мне любопытство. В киоске были маленькие окна, над которыми были написаны названия разных стран. Над одним из окон стояла надпись Россия. Я подошел к окну и спросил, что значит слово Россия под библейским флагом. Молодой англичанин любезно объяснил мне, что британское библейское общество раздает здесь бесплатно книги библии и что я могу получить евангелие на русском языке. Это было для меня совершенно новое. У нас завязалась беседа. Разговор кончился тем, что общество согласилось с удовольствием выслать мне безвозмездно русский евангелие для раздачи в России. Возвратясь в Петербург, я получил извещение, что на мое имя поступило 3000 экземпляров евангелия от Иоанна. 3000 экземпляров. Через и соприкоснулся с евангельскими верующими, о которых до сих пор не имел ни малейшего представления. И вот он описывает себя. Каким он был православным? Вот и православные есть разные. Есть, да, есть люди, которые там в открытую грешат, и как бы тут такие ревностные православные говорят, да какой это православный? Он язычный. И он прав по-своему. Вот что пишет Корф о себе. Еще будучи молодым человеком, я стремился быть порядочным, часто посещал церковь, часто посещал церковь, поддерживал дружеские отношения с митрополитом, с духовниками, то есть с митрополитом дружил, но Библию не знал, много молился, потом он пишет, но не знал того, кто понес мои грехи. я верил, я верил, что Христос умер на кресте, но никогда никто из священников не говорил мне, что через кровь Иисуса Христа я имею прощение грехов. Вот это центральный момент, центральный момент, дружил с митрополитом, часто посещал церковь, он не развратник был, как Пашков, Пашков-то бывший блудник был, а этот молодой человек добропорядочный, дружит с митрополитом, если дружит, значит у них какое-то общение есть с духовниками, то есть знаком со священниками, часто посещает церковь. Вот, посмотрите на Тинникову Катерину, вот, посмотрите на Игнатия Лапкина, который пережил духовное рождение в Прибалтике, не в Потеряевке, а за тысячи километров отсюда. И вот этот граф Модест, Модест, Я могу что сказать на эту тему, вот, можно брать, да, индивидуальные какие-то примеры, можно как с одной стороны, другой взять, но с 16 века в России издавались тысячными тиражами, переведенные в Евангелие, в Библии, и вопрос, кто их читал тогда, кому их издавали тысячными тиражами, Сергей, дело даже не в Библии, я был в православии 10 лет, я Библию любил, я зачитывался, я наизусть многие местописания знал, я зачитывался и как книгами Ветхого Завета, так и Нового Завета, у меня вот истрепанная Библия, вот, мне и пророков нравилось читать, и апостола Павла, Галатам, Каримфинам, Римлян, все читал, но, но, вот в упор вот этого учения спасения по вере не видел, дело даже не в Библии, человек может любить Библию, читать ее, но не видеть этого учения, вот, следующий комментарий, некто Павел Антонов, Павел Антонов, вот он пишет, Сергей, собеседник тебя слушает, но не слышит, даже не может понять, что православный православному розни, жаль таких людей, ушедших в погибельные ереси, у них даже мимик обесноватых появляется, ну, это я, видимо, обесноватым вижу, да и не был он православным никогда, за 10 лет в православии узнать из всей службы только слово Аллилуйя, это печально, и вот дальше тоже Татьяна Скуратовская пишет, Дмуха ничего не знает о православии, ну, конечно, куда уж мне, куда уж мне о православии ничего не знать, вот, я ответить бы этим людям хотел цитатой, нашел на фейсбуке такое общество, называется Растриги, их же тоже обвиняют, да вы ничего о православии не знали, да вы там не в правильно были православии, вот у нас правильно православие, а вы какое-то неправильное православие посетили, и вот они себе пишут, то есть, это не мои строчки, но они мне очень нравятся, они отражают вот этот вот этот момент, вот я цитирую, уже многие отметили характерную реакцию православной общественности на письма расцерковившихся монахов, инокинемирян, схема обвинений такая, они не имели настоящего общения с Богом, потому и ушли, а если бы имели, то не ушли бы, очевидно же, это часто говорят верующие, которые от силы лет пять в церкви, то есть люди по 20-30 лет сужу даже по себе, искренне искали Бога, молили, вымаливали у Него веры, присутствие благодати, мира и прочее, перечитали горы духовной литературы, исповедовали краснее свои, не то что дела, даже полностью, постились вне себя, сотнями, каждый день совершали Иисусову молитву, как она преподается через святых отцов, смирялись перед другими, читай, унижались, и им не открылся Бог. А эти комментаторы вот прям все знают, просто нет слов. Может у нас в группе есть сугубо верующие, которые расскажут нам нечто такое, чего не знали или не испытали мы, поделитесь сокровенным, просто любопытно. Вот такое общество в фейсбуке и там на входе такой комментарий есть, я его скопировал. Когда меня обвиняют, что я не знал православия, я был неправославным, значит, Аким Тихонич, священник, мой духовник, тоже был неправославным, и Лапкин, значит, неправославный, и Геннадий Фас неправославный, и все вот эти епископы, с которыми сейчас Лапкин дружит, они тоже, значит, неправославные. То есть есть, просто я еще раз повторю мысли, православие бывает разным, да, оно бывает разным. Есть старобрядцы, есть московская патриархия, есть вот такой Лапкин евангельский православный, Тинника его так и назвала, евангельский православный, есть там Скуратовский, разное православие, да, оно не одинаковое, есть католики еще, вообще это все одна семья, одна семья и фундамент у них одинаковый. Потом некто Дмитрий Игоревич задает вопрос, что за рассказ Лисукова? Видимо, я не четко произнес, вот я отвечаю Дмитрию Игоревичу, это рассказ Лискова, Николай Семенович Лисков, называется Великосветский раскол, лорд Ридсток и его последователей. Началось все с лорда Ридстока, приехал человек, англичанин и стал в салонах проповедовать на французском языке. Отреагировали на эту проповедь, а Николай Семенович Лисков и Достоевский и Лев Толстой жили в это самое время. Вот три известных писателя, да, они жили в это самое время и естественно они реагировали на это. У Льва Толстого Ванни Карениной на это есть реакция. Вот на эти события он описывает. Достоевский я уже рассказывал как он приходил к Юлии Засецкой с ним беседовал и Лисков вот они все на это смотрели скептически вот в том числе Лисков и он посвятил этому событию такой рассказ называется Великосветский Раскол вот кто хочет прочитать два мнения Россия как бы разделилась ну а потом пришла революция долго думали следующий комментарий храм новомучеников это вот тот же самый человек да священник Сергей я правильно понимаю да цитирует епископа Михаила Лузина я не знаю кто это вот цитата если говорим и прочее как бы человек ни был праведен он всегда имеет грехи и чем он праведнее тем глубже сознает свою греховность и не может говорить что он не имеет греха некто Глеб Корнеев похожий похожий комментарий я вот их объединил и вот он пишет мои слова приводят вышел из бани чистый а из храма также греховен и он пишет чем больше веруешь во Христа тем жгуче и ярче ощущаешь свою греховность а Александр сравнивает тело вымытые в бане с душой омытой крови Иисуса вот я отвечаю вот этому Глебу да Глеб очищаемся кровью Иисуса больше нечем очиститься никакими поклонами земными никакими молитвами Иисусовыми тысячами будешь класть никаким хождением по монастырям ни мощами ни чудотворными иконами ни рукоположением ничем-то не освободишься как кроме крови Иисуса Христа который Иисус Христос как божественный Агнец пролил две тысячи лет назад во Христе и эта жертва жертва действует по сей день но вопрос-то у людей возникает по другому поводу как так можно освободиться от греха а я вот так отвечу вам помните как Иисус исцелял людские тела приходил слепой к Иисусу и говорит можешь меня очистить Иисус говорит одно слово и стопроцентное зрение Иисус ему не один глаз лечит не говорит вот тебе 0,5 вот очки потом лет через 20 может быть улучшится мгновенно полное исцеление стопроцентное зрение хромой нет хромоты пришел прокаженный проказа пришла он его не по пояс исцеляет от проказа полностью от проказа исцеляет и так любая болезнь если Иисус мог исцелять тела даруя людям стопроцентное здоровье то неужели он не может исцелять дух человека неужели он не может душу человека исцелить от греха а душа она больна именно этим грех это заболевание для души именно после этого человек начнет новую жизнь иначе он никогда ее не начнет иначе его опять на старое засосет и он вернется к старым грехам христос говорил исцеляю он говорил иди впредь не греши чтобы тебя не постигли еще большие грехи что мы видим сегодня людей впредь не грешащих разве есть такие которые каятся и не грешат да вот я я вы только в одном ролике согрешили загневались несколько раз никакого греха там не было я вам расскажу я вам расскажу люди от безграмотности называют грехами гнивающийся на брата есть человек убийца читали читал это вы Игнатий Тихонович расскажите это вы ему расскажите как он вы видели как он гнивается вы меня убили несколько раз в этом ролике да живой разговаривайте со мной улыбайтесь я поясню вот послушайте я поясню вот это важная тема важная тема грехом в писании грех сравнивается с преступлением грех есть преступление а еще с каким действием грех сравнивается с прелюбодеянием с изменой супружеская измена вот живут муж и жена они могут ссориться могут ругаться это право для развода нет могут даже подраться это право для развода нет что дает право для развода для развала семьи супружеская измена то есть вот эти перечисленные люди супруги могут грубо разговаривать обижаться Ругаться, даже драться Даже он ее ударил Или она его Это дает право для развода? Не дает Право для развода возникает только В случае супружеской измены Православие, как понимается Это уже не грех, это безумие Те грехи страшные, которые происходят Внутри нас, внутри сердца нашего Происходят вот эти грехи Самые опасные А это уже что? Это безумие Разве это грехи? Это уже ад на земле называется Да это не ад на земле Это жизнь, нет ни одной семьи В которой бы не было бы ссоры Ну а семья не разводится Нет ни одной семьи В которой бы супруга Не обиделась бы на мужа Или он, допустим Разные же люди с разными характерами Но это не право для развода Иначе развод был бы буквально через месяц Их что-то держит Не имеешь права для развода Вот в писании Грех сравнивается именно с супружеской изменой Супружеской изменой Я знал семью Как бы это сказать Ну они были в общем настоящими атеистами Дожили Ну она умерла Жена, он еще жив Ему 94 года по-моему Она в 93 умерла И вот я их знал Больше сорока лет И более благочестивых людей Я в жизни не видел Даже среди верующих Они были полные атеисты Но благочестие их Я не знаю Их благочестие Может нам доску почета Городскую поставить И отношения друг к другу И отношения к людям Сергей Благочестие слово как переводится? Так и переводится Благочесть Атеизм, Сергей Атеизм это религия Атеизм это не Это не примитивное безбожие Это религия Я говорю о том, что они отвергали Атеизм Так посмотрите Кодекс строительства Но совесть обличала их Вне Бога Кодекс строителя коммунизма Очень похож на 10 заповедей Очень похож Нравственные идеалы Они у всех народов есть Нравственные идеалы Они похожи Я говорю к тому Что вот о чем мы сейчас говорим Это не может являться критерием Как православия Так и баптизма Люди настолько разносторонние И разные Что мы не можем Выщинить кого-то Откуда-то Как там и там Есть и хорошие Плохие И совершенно В других Вероисповеданиях Есть хорошие Плохие люди Как здесь нельзя Критерии вывести Из православия Или баптизма Кстати Баптисты тоже есть разные Есть такие баптисты Что мама Тут как бы В семье не без уродов Важна Важна Совесть Которая внутри человека Совесть Это тот канал Который мы слышим Через который мы слышим Бога Они Отвергая Бога Слушали свою совесть Вот те Атеисты Но они не то что атеисты Просто неверующие люди Ну давайте дальше Следующий комментарий Некто Алекс Алекс Вот он пишет Мне пишет Нарвался на книжонку Философия И служение Полковника Пашкова И наяривает Американскую Быль То есть я похож на Американца Видимо Ну а все американцы Они же Черт бесноватые Вот я Алексу Отвечу так Во-первых Евангелие пришло из Иерусалима Это не американское Было Вот это очень важно понять Что Евангелие Это еврейское учение Еврейское Благочестивое учение И оно пришло Не из Константинополя Не из Киева Не из Москвы Не из Потеряевки Вот Оно пришло из Иерусалима И Кстати Это накладывает Некий даже культурный Отпечаток на Евангелие Многие строчки Писания Многие высказывания Христа Апостола Павла Сложно Есть такие Понятные места А есть Сложные Нужно Чтобы их правильно понять Надо брать во внимание Культурную составляющую Израильскую Что имел ввиду Еврей Иисус Христос Когда вот это произносил Как его должны были Понять Слушатели Ведь он говорил к евреям Вот это даже Тема о причастии Едущая пьющая Моя кровь Как его должны были Евреи понять Что-то новое Он им сказал Или пророки Которые жили до него Они точно так же Таким же языком Иносказательным Изъяснялись Поэтому Вот уважаемый Алекс Это не Американское Было Это еврейское Учение Еврейское учение Оно пришло К нам Из Иерусалима Иисус Иисус говорил То что До него проповедовали Пророки А во Христе Это исполнилось На нас Иисус Заметит Часто цитировал Исаию Часто цитировал Исаию И всем своим видом Показывал Что он не нарушитель Закона Не нарушитель Пророков Он Ведет себя Как предсказанный Пророками Мессия О служении Пашкова Кстати Я узнал Вот в 30 лет Я покаялся А только потом Спустя 2 года Я прочитал Про Пашкова Я про Пашкова Ничего толком Не знал Я помню Что кстати Лапкин Так вскользь Упоминал о нем Вскользь Пашковцы Пашков Так Я как-то на это Особо внимания Не обращал Я любил Тогда читать Святоотеческую Литературу Ян Лествичник Добротолюбие Всех отцов А кто такой Пашков Я даже и понятия Не имел Потом уже Когда Я стал Похаживать Баптистам Думаю Ну-ка Дай-ка я прочитаю Откуда Такие Ивангельские Христиане Появились Взял Литературу У тестя Своего Анатолия Кузьмича Вот Книгу эту И там Я прочитал Про этого Пашкова И когда прочитал Про Пашкова То Понял Вот они Мои братья Вот они Мои родные По духу Да что же Я раньше Про вас Ничего не слышал Я когда искал Я ролик Этой Фотографии Вообще В интернете Информацию О Пашкове Да И как бы Что в глаза бросилось Вот вы Как относитесь К людям Которые Допустим Вот идет По городу Человек Неадекватная Прическа Такой Гребень На голове Да Но это же Нельзя Назвать нормой То есть У нас Отдывает Какое-то Отвращение Да Ну У людей Божьих Которые знают Господа По совести Можно сказать Которые Род Вот И тут Я вижу Пашкова Вот с такой С такими Вот Тут Выбрит У него подбородок И тут Две такие штуки Это Как панк Того времени И он Называется Не может Человек Рожденный Свыше Носить Такие штуки У себя на лице Почему Панк Они все Так носили Вот я и говорю По миру Как если он родился И он узнал Господа Как он мог Себе на лице Такие штуки Выстригать А что там Такого-то Я не понял Вы имеете Его бороду Такую Внешнюю Ну да Культура Того времени Зачем Говорю Если он По духу мира Жил То какой же Он тогда Крестьяник То был Нет Вот Гребни Носят Но Меньше Процента Населения Там Сотые Доли Процента Носят Такие Я сопоставляю Такая Прическа Какая Такая Прическа Какая Была У Василия Пашкова Ее Тогда Тысячи Человек Носило Это Крестья Я вот Смотрю Семь Женщин Много Они Полуголовы Выстригают Полуголовы Лысые Полуголовы Это Считается Нормой И вот Такая Штука Тоже Была Но Христианин Не мог Так себе На Бороде Такие Вещи Делать Да Почему Вы Такой Взгляд Он Не Христианин Да Ну Это Только Собрание Было Так Поболтать Просто Ну Зря Вы Так Зря Ну У Меня Сложилось Впечатление Так Нельзя Человеке Судить По Внешности Даже Поговорка Есть Встречает По одежке Провожает По Уму Удяной Это Не у Нас У Христиан У Нас У Христиан Мы Иные Мы Отличаемся От Мира Внешность Человека Обманчивая И Внешностью Всем Мы Всем Должны Отличаться От Мира Кто Любит Мир Кто Нет Любви Очень Никакой Его Прическе У Нельзя Подпомна Ах Сергей Сергей Ну Ладно Не буду Я Вгрызаться В Эту Ну Я Понял Я Понял Ваше Мнение Давайте Дальше Ну Вот Нет Кстати Я Еще Вернусь Про Философию Книжку Философии Я Про Аскезу Кстати Аскетизм Можно Посвятить Отдельную Беседу Это Настолько Важная Глубокая Тема Я В Прошлой Беседе Так Чуть Чуть Коснулся Ее Как То Ли Вы Может Быть Не Дали Мне Ответить То Ли Вы Уже Устали Наверное Вот Я Кратко Скажу О Философии На Чем Базируется Православный Аскетизм Я Скажу Кратко Для Затравки Для Затравки Ведь Многие Люди Этого Не Знают Вот Кстати Вы Иконописец Да Вот Сейчас Не Пишите Иконы Как Вы Думаете Философы Платона Изображали В православных Храмах Я Что Не П Ec vibes Да Философы Платона Изображали В православных Храмах В России Или Не Изображали Так Что Он Святой Что Ну Я Вам Вопрос Задаю Изображали Или Не Изображали Нет Конечно В Ренеправе Сергей Философ Платона изображали в православных храмах. А почему они это делали? А потому что это их папа. Это их папа. Помните, назвали их христиане до Христа? Вот я возвращаюсь к теме аскетизма. Вот я говорил, что православие состоит из двух вещей. Это связь с государством силовая, составляющая и аскеза. Вот монахи это носители этого учения аскетизма. А откуда они это взяли? Ведь израильский народ не знал, что такое аскетизм. Маленький израильский народ, прижатый к морю, окруженный языческими соседями, недружелюбно к нему настроенными, не знал аскетизма. В Израиле был культ семьи. Вот семья была на первом месте. Вокруг Израиля жили народы, которые жили в разврате. Ритуальная храмовая проституция, гомосексуализм, оргии, обжорство, пьянство. Это все в одном флаконе. Вот пример привести современный. Это фестиваль Октоберфест в Германии. Слышали про такой фестиваль? Пивной фестиваль? Ну, слышали. Октоберфест. Октоберфест называется. Немцы, которые в обычной жизни окурка не бросят на тротуар, не потому что их оштрафуют. Ну, не принято так. Законопослушные немцы, которые никогда на улице справлять нужду не будут за углом, вдруг в этот фестиваль, в эти, я не знаю, сколько он длится, может быть, там, недели или две, ведут себя совершенно по-другому. Они напиваются до скотского состояния. Тут же испражняются, и по-малому, и по-большому. Тут же они все там, улица облевывают, и тут же совокупляются, сексом занимаются. И никто их не трогает. Никто их не трогает. Никто их не наказывает. Такой праздник непослушания. Потом, когда фестиваль Октоберфест проходит, все подметает, убирает, все, опять немцы становятся законопослушными. В древности были такие же праздники у язычников. Были периоды, когда нормы морали переставали действовать. Можно было всячески грешить. Всячески грешить можно было. Кстати, это именно тот момент, когда Моисей поднялся на гору, и Бог-то ему говорит, спускайся, народ развратился. Вот они чем занимались. Они там не в футбол играли, не в олимпийские игры устроили. Они занимались, у них Октоберфест начался. Это разврат. Обжорство, оргии, пьянство, ну и беспорядочная половая связь. Почему и реакция у Бога-то такая была строгая? Нам вот людям не совсем понятно. Мы у Золотого Телца сделали. Золотой Телец это только часть этого ритуала. Но Бог в противовес этому учению не дал им аскезу. Он не сказал, сдерживайте свою плоть, вот не ешьте, не пейте. Бог дал им семью. У пророков были семьи. У Авраама жена, у Исаака жена, у Якова жена, у Исаии пророка жена, у Иезекииля жена. У пересвященника обязан, он был женатый человек. Причем недостатков телесных у него не должно быть. А как в православии? Посмотрите на старцев. Чем больше недостатков, тем духовней. Люди почему на этого, на того же Распутина среагировали так? А вот он необычный такой, такой особенный. На обычного человека никто не обратит внимания. А вот на какого-нибудь такого... Почему вы решили взять еврейский народ из того отрезка времени? Вы возьмите народ еврейский с 40 лет, когда их Господь по пустыне водил. Мы увидим там совершенно иное. Совершенно сплошную аскезу увидим. Никакой аскезы. Да почему? Вот послушайте. Одна аскеза была. Скажите, сколько у них постных дней в году было в Израиле? В православии знаете, сколько постных дней в году? Да я помню на числа, плохая память, не помню. Больше, чем полгода. Почти две трети года, если взять среды, пятницы, там все посты, две трети года. Пойду я грубо говоря, две трети года, постный день. Постных дней. А в Израиле постных дней сколько было в году? Вот вы не знаете? Нет. Один. Один постный день в году. Один. Потом они добавили еще несколько дней в честь взятия Иерусалима. Печальные дни у них были. Девятая ава, когда вавилоняне захватили Иерусалим и разрушили храм. Они добавили еще несколько дней. А по закону всего один постный день в году. Но смотри, что мы называем постом. У них каждую субботу пост. Шаббат. Нет. Шаббат это просто покой. Они не работали. Я говорю, что смотря чем, что мы называем православие. Не только пища называется постом, но и делом не тоже. А по сути и у евреев тоже субботний день не является постом. Все дела они под пост подводят. Не являлось постом. Это вот, кстати, характерно. Видите? Взгляд православного человека. Он во всем видит аскезу. Даже в субботе аскезу видел. Я первый раз такое слышу. Вот я поясняю. Можно я свою мысль скажу? То есть аскезы никакой в Израиле не было. Они не знали, что такое аскетизм. На что же ссылались святые отцы? На что же они ссылались? Почему они поступки Ильи Пророка подтянули, Иоанна Крестителя, поведение Иисуса в пустыне, Дева Мария и Павел, которые там есть такие строчки, лучше вам не касаться женщин, они все это в таком монашеском ключе поняли. Дело в том, что вот это вот учение уже было аскеза. И эту аскезу проповедовали греческие философы. Аскеза это философское учение, языческое философское учение, основателем которого считается Платон. И вот эти Иоанны Златоусты, Василий Великий, это была золотая молодежь своего времени, они все вот эти философские школы позаканчивали, они получали образование. В то время, если человек имел образование, он обязательно знал философию. У Василия Великого отец преподавал философию. И они были пропитаны вот этим греческим учением. И когда они увидели в поведении Иоанна Крестителя, Иоанна Христа, родственное им, то есть они увидели, о, так это есть, наверное, Новый Завет. Там был Ветхий Завет, постных дней в году был один всего, они ели все подряд, там мясо, там жен имели, семьи имели. А тут Новый Завет. Не есть, не пить, жен не имей, тогда ты будешь духовным. Это наследники Платона. Вся православная аскетика базируется не на Новом Завете, ложным имипомитом, не на Ветхом Завете, на философском учении, на Платоне. Почему Платона изображали в православных храмах? Правда, его изображали без нимба. Если они поддерживали ради Платона, то ради кого поддерживал пост Иоанн Креститель? Предтеча, ради чего держал пост? У меня есть статья, посвященная тематике именно вот этого поведения Иоанна Крестителя. Я вам потом ее скину. В двух словах я ее, конечно, не расскажу. Пусть желающие прочтут. И я там ответил, почему Иоанн Креститель так себя вел. Очень загадочным образом, несвойственным для... Конечно, загадочным. Обычного изображения. Конечно, загадочный, как Мельхиседеку Авраама делил десятину царю мира. Тоже огромная загадка. Вот здесь и прибинаемся мы. Тут опять же все по вере нашей. И по совести, я хочу сказать. Давайте дальше что-то перейдем. Вот некая Екатерина Федоренко. Вот пишет. Читая некоторые комментарии и плачу. Самое страшное, что сейчас процветает в России, это трусость и маразм. А по самой сути, этому любодею, кощуннику и святотатцу, ну это про меня, наверное, и возразить-то нечего. Пропал Колобуховский дом, он пропал, Россия. Просто он попал в самый нерв, в точку. Екатерина Федоренко, наверное, прочитала комментарии Игнатия Лапкина. А по сути, Игнатий Лапкин, вот она ему говорит, там дальше еще будет комментарий, что на личность-то не надо переходить. Вы переходите на суть, на мысли, на тезисы, которые я говорю. И с ними спорьте. А моя личность, что она из себя представляет? Я обычный человек. Вот я отвечу. Уважаемая Екатерина Федоренко, благодарю вас за добрый отзыв. Дальше. Некто Ник Олу Лойкин. Неправда, что люди ничего не понимают на службах. Это полная чушь. Те православные, кто постоянно посещает церковь, очень хорошо разбираются во всех нюансах службы. Литература о службах в православных храмах более чем доступна. Как вы считаете, Сергей, люди... Здесь я не согласен. Ничего не понимают. 99,09. Ничего не понимают. Да. Я вот отвечу так. Я когда-то читал на клиросе и пел на клиросе. Будучи православным, я читал на клиросе и пел на клиросе. Я знаю, с какой скоростью читают текст богослужебных книг на славянском языке. Зная, с какой скоростью читают псалмы на славянском языке. Псалмы на русском языке сложно понять. Во-первых, это поэзия. Во-вторых, это перевод. Я когда... на клиросе топел, шестопсалмия читают, знаете, такой шестопсалмия? Да. Я его наизусть знал, на славянском языке знал наизусть. И все равно, вот вспоминая себя, даже я знаю наизусть, даже наизусть знаю, я все равно мыслью не мог зацепиться. Все равно мысль куда-то в другое место улетает, потому что разум, когда не получает четкой информации, он отключается. Вот если в телевизоре пропадет звук, и рябить начнет, человек смотрел программу, вдруг звук пропал и стало рябить, он будет дальше смотреть этот канал? Нет. Он переключит, либо выключит. Почему? Потому что так мозг человеку устроен, что мы должны понимать то, что слышим. Если мы не понимаем, мы переключаемся на другое. На другое переключаемся. Поэтому я вот вспомнил слова Грибоедова. Помните, он сказал, читай не так, как панамарь, но с чувством, с толком, с расстановкой. Я вот даже могу сейчас прочитать псалом, частичку псалма. Вот из этого шестопсалма я взял на славянском языке 37-й псалом. И вот могу старое вспомнить и прочитать на славянском языке. Вы не против, Сергей? По памяти. Почему? Я вот скопировал, у меня перед глазами. По памяти уже не помню. Я вспомнил. Я же на феросе пел и читал. И вот, послушайте. Многие говорят, что я бывший неправославный. Ну, давайте. Сможет Баптист вот так читать. Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, ниже где вам Твоим накажешь и меня. Я кострелы Твои, он зоши во мне, и утвердил, и си на мне руку Твою, не с исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, не с мира в костях моих от лица грех моих. Я ко беззакония моя превзедоши главу мою, я ко бремя тяжко отяготеши на мне. Во смердеши и согниша раны моей от лица безумия моего. По средах и слекохся до конца, весь день святую хаждах. Кстати, слекохся. Как понять слово, знаете? Вот человек стоит в храме и вот слышит слово слекохся. А слеп. Русский перевод. Вот по-славянски. Пострадах и слекохся до конца. Русский перевод. Я согбен и совсем поник. Вот видите, какое... Вот эта кажущаяся похожесть, она даже мешает пониманию. Совсем поник слекохся. Дальше. Я ко лядвия моя наполнишься по ругании, не с исцеления в плоти моей. Лядвия. Что такое? Как? Лядвия. Я ко лядвия моя наполнишься по ругании. Ну, наполнишься по ругании понятно. А лядвия? Что такое лядвия? Вот человек пришел... Я не знаю. Сколько в православии уже лет? Ну, по-хорошему, 10 лет. Ну, 10 лет, да. Ну, ладно. Вы службы не посещаете. Но я сомневаюсь, что те люди, которые ходят часто на службы, они понимают, что слово лядвия... Лядвия, перевод вот этого слова, чресло. И так далее. Человек стоит в храме, даже, допустим, он знает перевод, даже знает он, допустим, перевод. Вот он стоит полчаса, час, рано или поздно мозг отключится. Мозг отключится, и он начнет мыслить о своем, он летает в облаках. И наступает такой литургический сон. Вот, вы как думаете, почему Пушкин так вот выстрелил в русской поэзии? Почему он такой популярный стал? Как вот вы думаете, Пушкин? Почему он отличился от его сверстей? Языком своим чем отличился? Ну, в каком плане языком? Ну, понятливости языка. Да. Пушкин первый осмелился писать стихи на русском разговорном языке. Пушкин первый осмелился писать стихи на понятном разговорном русском языке и успех моментальный, стопроцентный. И Евангелие, кстати, Евангелие, хоть и написано на греческом, да, для нас, написано на простом греческом разговорном языке, коины. Я не специалист в этой области, могу ошибиться. Не на языке философов, не литературный язык. Простой разговорный язык. Потом следующий комментарий. Некто Семен Евдокимов. Вот он пишет. Сектантов бесы даже не трогают. Отсюда их благочестие, в кавычках. У них даже нет борьбы. Они уже спасены. Да, вот эта тема «я уже спасен» вызывает у православных смех. То есть, я получил спасение, и, значит, дальше работать над собой не надо. Уважаемые православные, вы неправильно понимаете слово спасение. Спасение – это переход от греха к праведности. Жил человек, неверующий жизнью, грешил, обязательно грешил. Хоть самый лучший атеист, он грешник. Покаялся, стал новым человеком. Вот этот переход от греха в святость называется спасением. А потом Бог, как отец, этого человека отводит в школу, садит за парту и говорит «Вот, святой Александр там, или Василий, или Петр, садись за парту, я тебя буду обучать». То есть, спасение – это только начало жизни. Начало жизни. И это спасение можно потерять. Если его нету, то и терять-то нечего человеку. Тогда, конечно, одним пятном больше, другим меньше. Никакой разницы нет. А если человек получил вот эти белые одежды, чистоты и святости, естественно, он будет их хранить. Естественно, он будет бояться их запятнать. Он будет бояться потерять это спасение. Почему фраза такая «Держи, что имеешь», дабы кто не восхитил венца твоего? Это большая беда в православии. Вот об этом сокровище как раз и не говорят. Говорят сегодня об окормлении каком-то там и еще каких-то вещах, а вот именно о рождении. И причем запрещают говорить. Потому что это не православное учение. Начинают об этом говорить. Вот, в частности, Геннадий Фаст, у него проповедь есть хорошая. Есть священники, которые начинают об этом говорить. Вот. И все же, как Христос сказал, много званных, мало избранных. Рождается очень мало людей. И, можно сказать, люди в этом, по большому счету, они не виноваты же в этом. То есть, это не избран Господом. Разможно и в этом винить человека. Геннадий Фаст, Генрих Фаст, это бывший Менонит. Он был у баптистов. Ой, Менониты, это братские Менониты, они в одном евангельском союзе находятся. Вот. Он-то это пережил, поэтому и рассказывают то, что пережил. А другие люди, они воцерковляются. Они даже слово такое придумали, воцерковляться. Ну да, поганное слово. Даже вот Аким Тихонович, брат Игнатия Латкина, как-то он со мной разоткровенничался и назвал Игнатия Латкина невоцерковленным. Я помню это. Невоцерковленным. Ну а что тогда понимать под этим словом? А как он комментировал? Почему? Ну ты бы у него спросите. А что надо делать, чтобы стать воцерковленным? Я думаю, я тоже не воцерковленный, но я рожденный от Господа. Ладно, я дальше пойдем. Я, кстати, не до конца дочитал. Сектантов даже бес не трогают, отсюда их благочестие. У них даже нет борьбы, они уже спасены. Кроме того, не все умеют различать духов. У сектантов благодать от духов злобы поднебесной. Вот про борьбу. Я как-то был в Новосибирске и разговаривался с одной девушкой-христианкой. Я только вот тогда вот это состояние получил. Мне было интересно общаться с людьми, которых я раньше за сектантов считал. А теперь-то я понял, что они свыше рождены. Ну да, у них там эти языки, у кого-то есть, у харизматов там, у кого-то нет. Я считаю это заблуждением, но оно на суть не влияет. У некоторых, может, и влияет, но в основном не оказывает влияния на личное отношение с Иисусом. И вот она мне рассказывает историю своей жизни. Все христианка, молодая девчонка, пришла в столовую, устроилась работать в столовую. И смотрит, все воруют в столовой, тащат, повара там все эти работники. Но она, как христианка, этого не делает. Вот. А руководитель столовой, конечно, это не знает. И он думает, что они воруют. Может, ну, как-то они его обманывают. В итоге, в итоге, ее увольняют, ее увольняют, а эти, которые воровали, остались работать в столовой. Почему? Потому что они ее подставили, они выставили ее в дурном свете, потому что она же на них не похожа. Она же на них не похожа. Она не ворует, а они воруют, тянут там, не знаю, что там из столовой тянут, ну, продукты питания. То есть, вот она борьба. Она осталась без работы. Стала христианкой и осталась без работы. А те с работы остались. Ей, конечно, ну, это неприятно, тяжело, ей вынуждено было другую работу искать. Может быть, какое-то время там с деньгами были проблемы. Но суть-то в чем? Человек, став христианином, вот тут-то и начинается его борьба. Тут-то и начинается его борьба. Но большая разница между тем, кем он был раньше и сейчас. Вот Павел в одном месте говорит, я вот, позвольте зачитать, послание к эфесянам. И так, станьте, припоясно, в чесло ваше истинное, облегшись в броню праведности. И обувь ноги в готовность благоуствовать мир, а паче всего возьмите щит веры, который может угостить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Павел похож на римского офицера, который вновь пришедшему солдату говорит, о, ты записался в нашу армию, молодец, заходи. Вот тебе броня, кольчуга, вот тебе латы, вот тебе шлем, вот тебе меч, вот тебе щит. То есть он его полностью экипирует. А если этого не дать, как он пойдет воевать-то? Его сразу убьют. А Павел переносит на нашу духовную жизнь и говорит, не просто шлем, а шлем спасения. Шлем спасения. Спасение после смерти или сейчас должно произойти? Сейчас. Воин должен сейчас на свою голову водрузить шлем спасения. Иначе удар мельчем и он погиб. Сейчас должна броня праведности на христианина быть. Вот Свет Христов пишет мне. Какой-то злой этот Александр про меня. Чем уж я злым оказался непонятным. Понятно, что жизнь вас побила. Но надо как-то эту злобу из себя изживать. Вот уважаемый Свет Христов, в чем злобу мы увидели и я жизнерадостный человек. Жизнерадостный человек. 16 лет я живу с Иисусом новой жизнью. Да, всякое в моей прошлой жизни было. Вот. И эти 16 лет это не гладкая дорожка. У любого христианина есть борьба, есть препятствия жизненные, которые мы должны преодолевать. Но с Иисусом Христом все преодолимо. А за, знаете, поговорку, за одного битого двух небитых дают. То есть битый, бывший битый, он ценнее. У меня колоссальный опыт. Я воскрес из мертвых. Я встал из могилы. Вот. Иисус протянул мне руку спасения. Я даже не думал, что Иисус может с грешниками. Я вот до того был православный. Потому что я всегда в православии читал, Бог общается со святыми, с какими-нибудь монахами, аскетами, какими-то подвижниками. Он там им являлся, с ними там разговаривал. А я грешник был. Ну какой Иисус со мной может разговаривать? Каково же мое было удивление, когда Иисус на меня внимание обратил-то. Я вообще даже не думал этого. Следующий комментарий. Некто Елена Царенкова пишет «Спасибо за интересные беседы». Это вам, Сергей. «Хорошо бы развить тему о рукоположении». Кстати, тема о рукоположении достойна отдельной беседы. Вот я отвечу так. У меня есть статья о рукоположении, называется «Приемство духа и рукоположение». На моей страничке вы прорекламировали мою одну статью про причастие. Когда я вот это состояние получил, свое вот это новое состояние неожиданное для меня, свалилось просто чудо какое-то. Иисус освободил полностью от грехов. Полностью. Я прям чувствую, что корень греха и стороны. Не тянет тебя грешить. Ты свободный человек. Но я думал, буду с этим состоянием находиться в православии. И я год с лишним в православный храм ходил, каждую субботу, воскресенье стоял на службе, все соблюдал, посты, кланялся, крестился, все как положено. А сам думал об этой теме, о рукоположении. Потому что все меня томило. Но думаю, пока на эти вопросы не отвечу, Бог не ответит меня, о рукоположении, о причастии. Я никуда не собираюсь. Я достиг, я в состоянии покоя нахожусь, в покое. Уверовавший человек входит в покое. Все, некуда достигать больше. Ты вошел, принял Иисуса, освободился от греха. Но вот эти темы меня волновали. И я думал, пока мне Иисус не ответит, если уж Иисус меня исцелил от греха, значит, Он мне может на эти темы ответить. И я год с лишним читал Библию каждый день и ждал ответа на эти вопросы. Как только мне Иисус ответил на эти вопросы, о рукоположении, о причастии, тогда я вышел из православия. Тогда я понял, что меня там больше ничего не держит. А дух мой и так уже томился. Следующий комментарий. Некто Андрей Рогачевский пишет, о собеседнике, то есть о мне, наверное, так многое хотелось написать, но потом понял, что при многословии не избежать греха. Вот, уважаемый Андрей, напишите мне, можете мне лично написать, я вам лично отвечу, никто об этом знать не будет. Напишите, не бойтесь. Бог нам дал язык и никакого греха в разговоре нету. Только не оскорбляйте и не унижайте другого человека, оппонента, которого вы считаете неправым. Ведите себя как христианин, а не как антелло. Следующий комментарий. Некто Семен Небогатов пишет, жаль Александра, не знает, о чем говорит. Якобы непрерывное рукоположение это ложь и вымысел, а в доказательство приводит Ветхий Завет. А у нас сейчас Новозаветная Церковь, основанная самим Христом, и врата ада ее не одолеют, а своими высказываниями он обвиняет Христа во лжи. Вот, уважаемый Семен, я помню, что сказал, достаточно книг и бытие прочитать, чтобы понять, что вот эта теория о непрерывном рукоположении, вот эти преемники руки, рука является прямым, плохим проводником Духа. Дух и тело, но не одно и то же. Да, в Библии описано рукоположение, да, Писание рассказывает, что на преемников возвевали елей священный мира. Но мы не должны быть преемниками только руки или преемниками только масла. Христианин, особенно учителя, это преемник Духа в первую очередь. Прочитайте не только Библию, прочитайте всю Библию, от корки до корки. Весь новый, весь ветхий завет, и вы увидите там, и вы там увидите истории об Аврааме, об Исааке, об Иакове, об Иосифе, Иосифе, о его детях Ефреме и Монасии. Почему Иаков руки-то не так возложил, когда подвел Иосиф Ефрема и Монасию к нему, а он не так руки положил, правую руку положил не на того человека. А Иосиф думает, отец ослеп, отец не так, он говорит, знаю сын мой. Вот эти истории, они тянутся через все Писание, и Саула, и Давид, и пророки, и в судьях, особенно в судьях, это в книге судей видно. Ведь судьи друг друга в глаза не видели, у них преемников как таковых таких человеческих не было. То есть книгу судей, когда читаешь, ни один судья другому не передал, ни через руку, ни через елея вот эта благодать судейства-то, быть руководителем, лидером духовного народа, духовным руководителем израильского народа. Дальше. Некто Влад Медведь. Цитата. Святой Игнатий Бричнинов. Все святые отцы старались удаляться по возможности своей от знакомства и общения с женами. И такое поведение передали нам в своих дужеспасительных богодохновенных писаниях. Я вот отвечу, в православии много женщин, и думаю даже женщин там больше, чем мужчин. И вот отвечу так, женщина, вам не стыдно от таких Игнатиев в свой адрес слышать? Ну где вы видели, чтобы Иисус бегал от женщин? Где вы видели, чтобы пророки гнушались женщинами? Посмотрите на Илию, кто его принял? Посмотрите на Ревеку, Бог ей открыл, что Иаков должен быть премником, а Исаак даже не знает об этом. Исаак благочестивый человек, думает, что Исаак его наследник. А Ревека до рождения еще эту тайну знала. Посмотрите на поведение Сары. Какие примеры даны в Писании женщин благочестивых. Посмотрите на апостола Павла, как они общались с женщинами. Многие последовательницы были женщинами. Учения Христа и близкими подругами Павлу были женщинами. Посмотрите, как он приветы передает церквам. Когда читаешь список имен, половина женщин. А откуда это идет? А вот она Аскеза. Аскеза. Потому что учителем Платона был Сократ. А у и она выставлена полной дурой, которая мешает ему философствовать. Вот откуда ноги растут. Следующий комментарий. Некто Ольга Головань. Вот она пишет. В защиту слов Александра могу сказать, что тоже получила освобождение и могу назвать день и час моего прощения Господом. Это был не психологический эффект и не внушение людям. Реально был только мой ребенок, которого я вела со видание грехов почти каждое воскресенье около года. И столько же плакал, очень часто, почти постоянно. Сказал батюшке об этом, он порадовался за меня, но сказал все равно исповедовать грехи прошлые. А что исповедовать, если очистил Господь? И в сердце радость, и как будто музыка и пение. Но нет исповеди, нет причастия. Такое правило. Выходит таким, как я в православии делать ничего. Вот конкретный человек, Ольга Головань, получила спасение по вере, рассказал об этом православному священнику, он ее говорит на исповедь. Что мне второй раз, что ли, если я буду исповедовать эти грехи, значит что Иисус не исцелил меня уже, что ли? А в православии тебя причастия не пустят, пока ты через исповедь не пройдешь. То есть сначала ты должен реальные грехи назвать, либо их выдумывать придется вот этой женщине. Ну нет уже грехов, все освободил Иисус. Потом ты получишь причастие. Некто Глеб Коннорев пишет, как полностью исцелиться от греха? Три вопроса. Когда ты только что всем сердцем уверовал, слезно покаялся, отошел на метр, и лавиной идут мысли и искушения, и видишь несовершенство мира вокруг и так дали тому подобное. Руками ты ничего не успел совершить, но сатана не оставит твои глаза и уши без внимания. А Александр уже чистый свят. Да, Глеб, Александр чистый свят. Почему? Вот понятно, что христианина дьявол будет атаковать. Вот я иду мимо людей. Люди грязно ругаются, матерятся. Мое ухо слышит, а ум читает эти матерки. они же у меня в голове оказались. Я виновен от этого? Я прошел мимо них, через пять минут я уже забыл. Дьявол имеет некоторую способность забрасывать нам в разум свои мысли. и он хочет чтобы мы подумали что это наши мысли. Понимаете Сергей? Ему главное чтобы ты осквернился. Так подбрасывают наркотики, так подбрасывают в карман оружие. Раз человеку говорят а у вас наркотик в кармане. Честно человек должен сказать я не знаю как этот наркотик появился у меня в кармане. Я христианин, я не веду этот образ жизни. Так пытается обвинять. подбрасывают улики. Потом обвиняют человека. Это борьба, в тебя стреляют, у тебя есть щит веры, заслоняйся, у тебя шлем спасения, стрела попала в шлем спасения, ну ударила. Это жизнь, это война, это бой. Все нарушения закона, любого закона, хоть Российской Федерации, хоть там других стран делятся на преступления и правонарушения. Если я еду на машине и избиваю женщину беременную, которая ведет за руку ребенка пятилетнего, сбиваю насмерть, мне что, штраф выпишут в тысячу рублей? Нет, конечно, меня изолируют от общества лет на 10. Правильно сделают. Это преступление, вот грех сравнивается с преступлением. Но если я не пристегнул ремень, не пристегнул ремень, и эгоиничник меня останавливает, и что, мне 10 лет тюрьму выписывают? Нет, конечно, он выпишет мне штраф рублей 500 или сколько это преступление? Нет, это право нарушения. Но это нарушение закона? Нарушение. Так и христианин. Преступление он прекращает делать. Раньше он был преступником закона, Божьего закона. Покаялся, стал новым человеком. Но он не взрослый еще христианин, он ребенок. И он будет совершать вот эти проступки, не потому, что он их хочет совершать, не потому, что ему это нравится делать. Он еще несовершенный христианин. Ему нужно возрастать в Боге. И он будет вот эти проступки совершать. Бог будет его лечить, вразумлять, подсказывать. Но это уже все. Это работа учителя и ученика. Я сейчас кратенько скажу. Вот опять мы возвращаемся к Игнатию. Вот он пишет. Дмух Александр, будучи изгнан и от баптистов. Игнатий Тихонович очень хорошо умеет врать. Складно врет. Талантливый человек. От баптистов ушел я сам. Никто меня не выгонял, никаких грехов я там не совершал. Вот представьте, я вот у баптистов почти четыре года был штатным проповедником. Каждое воскресенье проповедь готовил. За четыре года ни разу не повторился. Сидел до часу ночи готовил проповеди. В среда и пятница вел разбор священного писания. В воскресенье иногда у них еще второе собрание и вечером воскресенье проповедь. Еще с молодежью занимался. Был молодежным руководителем. Был молодежным руководителем и каждое воскресенье собирал вот этих подростков, которым 14-20 лет. И вел с ними беседы благочестивые. Старался их как-то расшевелить. Занимался кстати учил их проповедовать. В то время была такая фабрика звезд. По телевизору крутили передачу. Приходили звезды и учили молодых парней и девчонок выступать на сцене петь. Я посмотрел эти передачи и решил а мы сделаем фабрику проповедников. Набрал вот этих парней молодых ваптистов. Договорился с человеком он приходил с видеокамерой я им давал разные темы какие они выбирали. Они проповедовали это все снималось на видеокамеру. Потом спустя неделю мы собирались молодежь девчонки парни кассету вставляли в телевизор и вот эти молодые проповедники фабрика проповедников я ее называл они смотрели как они проповедуют. А ушел ушел не потому что я согрешил чем-то а по ревности божьей ушел. Появился новый пресс-фитер который хитростью пробрался в кресло карьерист такой не буду называть его имя вот и я понял что с таким человеком мне не по пути. Опять Екатерина Федоренко пишет уважаемый Игнатий Тихонович вы склоняетесь к рассмотрению личности этого Александра но она здесь вторична первичные тезисы а их надо внимательно рассмотреть а без этого получается диалог с отцом Федором типа дурак сам дурак и так далее вот я вот этой Екатерине Федоренко отвечаю Игнатий Тихонович таким способом уходит от этих тезисов потому что ему невыгодно их рассматривать проще всего сосредоточиться на моей личности а что моя личность я обычный человек обычный христианин а учение вечное Евангелие вечное а чтобы отвлечь людей от этих тем надо на личности сосредоточиться нужно заниматься моим прошлым наговаривать меня в настоящем лукавый человек лукавый человек та же Екатерина Федоренко пишет посмотрела еще раз спасибо Сергей это вам бонус блестящая беседа уровень дискуссий для федерального канала а без дискуссии это просто приговор современной путинско-гудяевской епархии как бы комментировать тут уже нечего кирилловскую епархию скажу только так что вот современная Россия по конституции светское государство но по факту уже становится великальным государством православной страной а на самом деле на самом деле даже СССР даже СССР был преемником Российской империи это был преемник языческие цивилизации так и передают преемства дерутся друг с другом воюют убивают друг друга но потом ведут себя точно так же как предыдущая цивилизация вот в Российской империи было было православие одно православие все сектанты вон в тюрьме садитесь так СССР одна коммунистическая партия все остальные конкуренты селили в ГУЛАГе Астана разделяет нас всех но всему этому скоро придет конец сейчас слышали эти лагеря строят везде но и в Сибири и вокруг Москвы много лагерей построили я же говорю в связи вот с этим законом Яровой всех тех кто не согласен ну с московской патриархией так или иначе выступают сегодня не в интернете любые проповедники на улице все будет искать как раз вот говорят что в такие лагеря и будут собирать людей которые выступают сегодня против устроения вот этой московской патриархии ну то есть вот их сегодняшние политики я думаю всех нас верных любящих Господа скоро соберут ли мы вместе там обнимемся и примиримся там я думаю надо всех побереть вот кстати я вот забыл сказать про вот в основном про Игнатия Лапкина говорим у него есть брат Аким Тихонович вот ну Игнатий естественно распространяет там обо мне такие слухи что все меня шарахаются там я там такой негодяй там из негодяев этим летом вот я вам рассказываю я шел с сыном по городу шел с сыном там что-то ему нужно было купить смотрю навстречу мне Аким Тихонович идет и тропинка такая узкая ему ни вправо ни влево а он идет в гору и голову опустил он меня не видит и буквально в меня воткнулся я поздоровался говорю с ним Аким Тихонович руку ему протягиваю правую он правую руку так прижал к себе ну не одернул и так прижал я его левой рукой по плечу похлопал так приобнял чуть-чуть ну и мы разговаривали я ему привет там от одного тоже бывшего общинника передал от Игоря Муравлева говорю Игорь Муравлев вас видел во сне он такой залывался Аким обрадовался ну и я тут сына Павлика позвал говорю Павлик подойди поздоровайся Павлик подошел вот и у нас такая небольшая беседа состоялась а я супруга моя последние два года ездить в Потеряевку садить картошку ну вот я туда езжу картошку копать раз в год ну и Аким спросил как там картошку выкопали я говорю это все нормально говорю вот мой сын вашей супруге Людмилы Ивановны помогал даже картошку куда-то там сыпать так немножко переговорили ну вот понимаете нормальная реакция нормального человека да он знает что я не православный я знаю что он православный но он не убежал от меня не скрылся в сторону там мы с ним как-то ну я редко с ним вижу поговорили вот потом спустя неделю по-моему я узнаю что они в пруд запустили Карпов Карпов запустили и и там рыбалка хорошая и вот я созвонился в Потеряевке живет такой Евгений Янчук это муж Людмилы Янчука она сестра моей супруги и я говорю как на рыбалку так к вам приехать вот он говорит ну приезжай мне выяснилось что рыбу-то запустили ну не сама она там выросла рыба в этом пруду карпы хорошие большие карпы и запустили ну купили мальков и запустили ну как там как выяснилось у стенок ну я конечно приехать могу любой человек имеет доступ к водоему к любому у нас в стране но это не по совести ловить чужую рыбу я звоню Акиму поздоровался говорю Аким Тихонович так и так прослышал что у вас рыбалка есть Аким любит рыбалку он говорит да я говорю ну вот хотел бы на рыбалку съездить узнал что мальков вы запустили ваша рыба разрешите мне съездить порыбачить удочкой одной удочкой все что поймаю вам отдам Аким говорит а он находился в храме там какая-то беседа к крещению он говорит разрешаю я поехал в Потеряевку взял с собой двух детей Павлика и Веру вот мы с Женей Нечуком порыбачили отличная погода была я никого там не видел ни с кем не беседовал отлично порыбачили правда я ничего не поймал вот и обратно еду думаю ну надо отзвониться Акиму Тихоновичу звоню ему говорю Аким Тихонович докладываюсь еду обратно ничего не поймал вот а он мне говорит а удовольствие ха-ха-ха-ха ха-ха-ха 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 ха-ха-ха